Что надеть гостю на свадьбу? Ответ на этот вопрос зависит и строго от тематики свадьбы. Обычно, молодожены заранее сообщают о характере одежды в свадебных приглашениях. Подобрать наряд не такая уж и простая задача и скорее всего требует много времени. Каждый гость обязательно должен ориентироваться на все мелкие детали своего образа – обувь, сумки, аксессуары и быть неотразимым. Как показывает практика, свадьба – это такое мероприятие, на котором экономить нельзя. Поэтому каждый вкладывает внушительную сумму денег в яркие стразы, дорогие костюмы и косметический уход. Главное и основное правило – не шокировать окружающих. Какой наряд выбрать женщине-гостю на свадьбу? Повседневную одежду одевать на свадьбу категорически нельзя. С того момента, как женщина получает свадебное приглашение, она уже продумывает свой неповторимый образ, конечно, то, что может подойти для новогоднего праздника или вечеринки никак не соответствует свадебной церемонии. Если вы отправляетесь на праздник со своей второй половинкой, то, естественно, должны соответствовать друг другу. Актуальным будет преследование цветовых решений и в таких аксессуарах, как галстук, пояс, бабочка, повязка – важно не нарушить основное. Правило – любая гостья не должна быть красивей самой невесты. Поэтому запрещается надевать белые и пышные платья. Если вы решаетесь отправиться в черном платье, то оно должно быть элегантным и не нести в себе никакого подтекста любительницы. Носить костюмы должны понять, что деловые встречи нужно оставить на работе, а свадьба предназначена для простых и ярких нарядов. Немаловажным является выбор обуви, так как слишком высокие каблуки смогут значительно ухудшить качество вашего веселья. В комфортной обуви легко участвовать в конкурсах и танцевать, как выбрать наряд на свадьбу гостю мужчине. На первый взгляд одеться мужчине нарядно на свадьбу гораздо проще, чем женщине. Костюм – универсальная праздничная одежда, прекрасно сочетающаяся с оветлой легкой рубашкой. Однако, существует возможность быть похожим на жениха, поэтому важно грамотно сделать акценты, выбирая наряд не черного цвета. Предпочитайте цветовые оттенки – синий, фиолетовый, коричневый, серый и бежевый – выбирайте туфли, соответствующие цвету вашего костюма. Не утяжеляйте свой образ пиджаком. Кроме того, он значительно будет сковывать движения в танцах и активных конкурах. Многие одевают жилетку, а большинство и вовсе остаются в одних рубашках. Дополняйте свой образ стильными аксессуарами, галстуком, кожаным ремнем, дорогими часами, элитными запанками и варианты. Нарядов на свадьбу для гостей. Если события не за горами, а вы еще не знаете, что одеть, воспользуйтесь полезными рекомендациям. Так, ориентируясь на время года, погодные условия, место проведения стиль свадьбы, можно подобрать идеальный вариант вашего наряда. Как гостям одеваться на свадьбу летом? Одеваясь на свадьбу, которая будет происходить в летнее время, учитывайте все погодные моменты. Жаркая и душная атмосфера очень часто негативно влияет на гостей, так лишними будут кардиганы и пулловеры, пиджаки и балера, шали и всевозможные накидки. Плотная ткань костюмов способна оставлять потные круги под мышками и на спине. Поэтому, отдав предпочтение натуральным легким тканям, вы никогда не прогадаете учитывать место проведения свадьбы. Часто мероприятие организовывается на открытом воздухе, а это значит, что при солнечной погоде вам обязательно нужен будет головной. Убор изящной дамской шляпы является прекрасным дополнением любому коктейльному платью. Не лишним будет присутствие вера и маленькой сумочки кладча у дам, где всегда реально спрятать носовой платок, влажные салфетки, пудреницу и помаду, зимние наряды для гостей на свадьбу, собираясь в зимнее время на официальную роспись в ЗАГС, а потом в ресторан для торжества вам нужно детально продумать каждый предмет гардероба. Ведь нужно выглядеть праздничное и не замерзнуть актуально платье с длинными рукавами и теплые пальты, либо шубы женщинам. На мужейных выгодно будут смотреться пулловеры, надетые поверх рубашек и теплое пальто, не забывайте о безопасности обуви. Каблуки и несезонная обувь заставят вас скользить и замерзать, что может стать причиной заболевания. Также, не принято одевать шапки на подобные мероприятия, ведь они существенно могут испортить прически с испорченной прической. Вам никак не выглядеть хорошо на свадебных фото. Поэтому запаситесь легкими шалями, платками и шарфами, способными укрыть голову по дороге от ЗАГСа в ресторан, чтобы мужчину не упрекнули в недостатке вкуса. Ему стоит отказаться от любых видов спортивного стиля одежды, джинсов, спортивного кроя, штанов, футболок и водолазок. Прекрасно смотрится на любом мужчине твидовый костюм тройка или кардиган с брюками. Вечерний наряд гостя на свадьбу Вечернее платье – наилучший вариант наряда для женщины, приглашанной на свадьбу. Вечерний наряд можно приобрести в бутике или свадебном салоне, а также сшить на заказ цвет, фасон и исполнение вечернего платья. Или костюмы способны показать статус гостя. Так недорогая ткань будет смотреться крайне дешево, а кружевая атлас смогут наполнить сказочным шармом. Любой силуэт нужно лишь Соблюсти правила грамотного выбора платья. Отдавая предпочтение длинному платью пол, следите, чтобы была открыта только одна зона – декольте или спина, а короткое платье должно Быть скромным, не открывая лишние участки тела – самые роскошные свадебные наряды гостей. Фото Можно смело выделить 110 самых необычных и оригинальных свадебных нарядов гостей. Пиратская свадьба Популярное и вполне распространенное явление у молодежи Свадьба в стиле «Аватар» по одноименному культовому фильму «Военная свадьба» или свадьба в стиле «Милитари» Свадьба в стиле «Каменный век» Вот где гостям придется потрудиться найти соответствующий Наряд свадьба в стиле «Супергерои» Средневековая свадьба Свадьба в стиле «Боди-арт» На подготовление к такому торжеству вам даже не придется много тратиться, достаточно лишь запастись гуашу «Свадьба» – герои мультфильмов. А кто вам нравился в детстве «Свадьба» в стиле «Унесенной ветром» – любителям классики «Свадьба» в стиле «Звездные войны»? Свадебный наряд гостя своими руками Какая бы ни была сложная тематика церемоний, всегда можно справиться своими силами и подготовить наряд своими руками. Самыми популярными являются свадьбы, в винтажном стиле отличается она сдержанностью цветовых гамм и простотой нарядов. Мужчинам нужно подыскать простую рубашку, жилетку или бабочку, отлично смотрятся подтяжки и укороченные узкие брюки. Женщины надевают на себя множество буст, браслетов, страусиных перьев и чулок. Свадьба в стиле «Тиффани» – какой наряд подобрать девушке отличается бирюзовыми тонами. Дамам следует носить собранные прически, коктейльные пышные платья и каблуки. Свадьба в греческом стиле – варианты нарядов для женщин и мужчин предполагают наличие длинных свободных платьев, фулл, сандалий и золотых украшений. Свадьба в рокерском стиле – наряд гостей для такой свадьбы часто обусловлено музыкальными предпочтениями пары. В наряде гостей рокерской свадьбы должны присутствовать черные тона, красные ленты, татуировки и насыщенный макияж. Мужчинам рекомендуется кожаные курки, жилетки и штаны. Гавайская свадьба В чем пойти гостю на свадьбу в гавайском стиле – обязательно наличие ярких сарафанов и женщин и рубашек у мужчин. Каждый гость должен носить венок из экзотических цветов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!